Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу событий. В студии Светланы Кудрявцева я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. Держат руку на пульсе. Городские власти на совещании под руководством главы Самары Елены Лапушкиной обсудили цены на продукты первой необходимости. Оказывают психологическую помощь, работая над регуляцией дыхания. В Самаре помогают восстановиться участникам СВО. В Самаре ремонтируют улицу Матросова. Там провели фрезерование. В городе продолжаются работы по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги». Сразу три международные летние школы открылись в Самаре. Изучать ракетостроение и русскую культуру приехали студенты из Китая. Команда Самарской области проиграли свои матчи первого тура российской премьер-лигии «Крылья Совета». Поступили действующему чемпиону питерскому «Зениту», а «Крон» в борьбе проиграл московскому «Локомотиву». Подробнее в спортивной рубрике. Глава Самарской области Вячеслав Федорищев на оперативном заседании регионального правительства сообщил о новых кадровых назначениях. По его решению новым помощником губернатора по вопросам мобилизационной подготовки и финансовым дисциплинам стал Дмитрий Алехин. Также Вячеслав Федорищев напомнил, что руководитель «Кенеля» Александр Прокудин перейдет на другую работу и попросил депутата Самарской городской думы Вячеслава Тимошенко заступить на пост заместителя главы по вопросам ЖКХ в «Кенель». Общественным советникам по вопросам законодательной деятельности назначили Марину Седухину. В Самарской области выявили 215 мест отдыха у воды, которые не являются оборудованными пляжами. Об этом рассказали на оперативном совещании в правительстве региона. С докладом выступил в Рио начальника ГУМЧС России по Самарской области Алексей Степанов. За прошлую неделю в губернии на воде погибли 6 человек. Все они купались в непредназначенных для этого местах. Руководитель региона Вячеслав Федорищев поручил главам муниципалитетов совместно с ответственными структурами взять ситуацию на строгий контроль. Там, где купаться не разрешено, этого не должно происходить. А там, где возможно оборудовать пляжи со спасателями, и это необходимо сделать в сжатые сроки. Во втором квартале этого года цены на овощи немного увеличились по сравнению с мартовскими значениями. Это связано с сезонными факторами. Так как запасы заканчиваются, а новые урожаи еще на подходе. А вот яйца, мороженое, рыба и пшено подешевели за последние три месяца. О результатах мониторинга цен на социально значимые продукты говорили на еженедельном рабочем совещании в городской администрации под руководством главы Самары Елены Лапушкиной. Цены сравнивали как в сетевых магазинах, так и на ярмарках. Также на совещании обсудили актуальную работу с ранее неучтенными объектами недвижимости. Главы районов представили статистику последних проверок. Наибольшую сложность представляют брошенные гаражи, так как не всегда удается найти их собственников. Оформление таких строений является одним из факторов для увеличения бюджета, что в свою очередь поможет реализовать больше программ и проектов, направленных на улучшение городской среды. Улицу Александра Матросова обновляют от проспекта Карла Маркса до Красных Коммунаров по всей ширине проезжей части. К фрезерованию старого покрытия приступили в конце минувшей недели. Площадь работ составляет более 20 тысяч квадратных метров. Сейчас с фрезерованием подрядчик справился почти на 80%. Работы проводят в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». На участке отремонтируют люки колодцев. Заменят разрушенный бордюр 4 260 метров. Далее предстоит устройство нового дорожного полотна. Специалисты отмечают, на некоторых локациях потребуется укрепление основания. Такие работы запланированы на площади 3900 квадратных метров. Для устройства финишного покрытия на всем участке будут использовать высокотехнологичную смесь. Она обеспечит высокую прочность дороги. Все этапы ремонта стандартные. Полного перекрытия участка не требуется. Единственную сложность представляют припаркованный транспорт, который затрудняет работу спецтехники. Дело в том, что некоторые машины поставили и не убирают, а не мешают. А так мы рады, что благоустраивают дорогу. Понимаете, тут грузовики ездят. Конечно, это все подбивается, разбивается асфальт. Профильные департаменты и подрядная организация просят с пониманием относиться к производству работ, которые ведутся и в будние, и в выходные, и в том числе в дневные часы. Это позволит быстрее справиться с задачами на объекте. Напомню, что к 80-летию победы в Великой Отечественной войне в Самаре готовятся заблаговременно, в том числе и организованной работы в дорожной отрасли. В дополнительном перечне участков, которые до конца августа этого года приведут в нормативное состояние на средства профильного нацпроекта за счет добавочного финансирования, семь объектов, названных в честь Героев Советского Союза. В настоящее время на трех объектах уже идут работы, помимо улицы Александра Матросова, это проезд Мальцева и улица Зои Космодемьянской. В Самарской области по поручению в Рио губернатора Вячеслава Федорищева увеличили единовременную выплату при заключении контракта о прохождении военной службы с 800 тысяч до миллиона рублей. Подробную информацию о поступлении на контрактную службу и выплате можно узнать в пункте отбора по адресу улица Ленинская, 147. Там специалисты встречают желающих заключить контракт, проводят тестирование медицинскую комиссию и предоставляют открытую информацию об условиях прохождения военной службы, в социальных гарантиях, льготах и компенсации не только для бойца, но и для членов его семьи. Я подписал контракт как доброволец, под мобилизацию не попал и решил пойти в ряды тех, кто хочет защищать нашу Родину и кто ее очень любит. В Самарском филиале Государственного фонда защитники Отечества подготовили специальную программу для участников и ветеранов СВО, а также членов их семей, в рамках которой используют современные технологии. На вооружении у психологов и орачки. Они помогают стабилизировать дыхание и эмоциональное состояние. Подробности расскажем в сюжете. Ветеран специальной военной операции, известный под позывным «зрачок», добровольно пошел в зону СВО в 2022 году. После возвращения столкнулся с необходимостью восстановить свое здоровье. В поисках поддержки обратился филиал фонда «Защитники Отечества». Ему предложили помощь психолога, на вооружении которого VR-очки. По словам бойца, эффект от работы заметен сразу. Эмоциональное состояние заметно улучшилось. Как проходит рыбалка? Во-первых, дыхание устанавливает и успокаивает внутреннее ощущение, спокойствие у тебя внутри. Когда ты душишь ровно, спокойно и умиротворение внутри. Это помогает. Поэтому я буду приходить еще. Каждая сессия с VR-очками длится около 25 минут. В процессе тренировки фиксируется текущее дыхание пользователя и даются рекомендации по его коррекции. Психологи внимательно следят за изменениями, что позволяет сразу почувствовать эффект. Все, как правило, на это очень активно реагируют, все нравятся. И в этих очках нравится людям припывать, потому что там разные картинки. То есть на выбор можно выбрать либо море, либо кувшинки, либо огонь. И в режиме реального времени, в 3D-очках, они с удовольствием, с помощью дыхания эти картинки регулируют. То есть, когда дыхание увеличивается, либо там облака разбегаются на экране, либо кувшинки распускаются, либо огонь начинает разгораться в камине. Фонд «Защитники Отечества» предоставляет участникам, ветеранам и их семьям доступ к программе реабилитации с использованием современных технологий и индивидуальных консультаций с врачами. Работа построена различными способами. То есть, начиная от индивидуального приема, когда наш подопечный обращается за получением психологической помощи. В том числе и предварительная запись по телефону, это в рамках проведения телемедицинских консультаций, ну и ряд других способов. Самое главное, необходимо отметить, что здесь используется именно индивидуальный подход в этом комплексном лечении. По словам медиков, за получением психологической помощи обращаются не только сами бойцы, но и их семьи, а также родные тех, кто погиб на полях сражений. Августина Охременко, Игорь Казановский, События. Далее, коротко о других событиях этого дня. В Самаре с 23 июля автобусы по маршруту номер 5, губернский рынок, поселок Сухая Самарка, будут следовать по новому расписанию. Об этом сообщил перевозчик. Одни рейсы будут заезжать в Волгарь, другие проследуют прямо по улице Народной, без заезда в микрорайон. График движения можно уточнить в телеграм-канале Самара ГИС. Из-за неисправности самолета 75 человек не смогли вовремя вылететь из Самары в Москву. Об этом сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре. На время ожидания рейса авиакомпания предоставляла пассажирам услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами, в том числе размещение в гостинице, уточнили в ведомстве. Кроме того, в Самарском аэропорту была организована мобильная приемная для пассажиров. По данным онлайн-табло аэропорта Курумыч, рейс маршрутом Самара-Москва вылетел в 22.00 по местному времени. С 22 июля изменится расписание движения судов из Самары в Ширяево и в Виновку. Об этом сообщили в речном пассажирском предприятии. Так, по маршруту Самара-Ширяево с понедельника по пятницу Валдаи будут курсировать в 9, 11, 15, 17 и 19 часов, по выходным в 10, 12, 16 и 18 часов. Из Ширяево по будням рейсы будут отправляться в 10, 12, 16, 18 и 20 часов, а в субботу и воскресенье в 11, 13, 17 и 19 часов. По маршруту Поляна имени Фрунзе-Ширяево Валдаи будут курсировать ежедневно в 10, 30, 12 часов, 17, 30 и 19 часов. Обратный путь запланирован в 11, 15, 12, 45, 18, 15 и 19, 45. В Виновку суда будут отплывать дважды в день в 9, 30 и 14, 30, а обратно в 13 часов и 18 часов. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Миноборнауки проработать вопрос о увеличении бюджетных мест в медицинских университетах с 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе правительства. Появление новых специалистов неразрывно связано с развитием и модернизацией сети медицинских учреждений, особенно медучреждения первичного звена, уточнили в публикации. В свою очередь, Министерству просвещения поручили поэтапно увеличивать набор студентов в медицинские колледжи, а Минздраву разработать план для каждого региона по сокращению нехватки медиков в 2025-30 годах. 2024 год объявлен в России годом семьи. Особое внимание на протяжении этого периода уделяют сохранению традиционных семейных ценностей, таких как любовь, верность, уважение, взаимопонимание и поддержка. Наши корреспонденты спросили у жителей Самары, какие методы воспитания они переняли от своих родителей, воспитывая собственных детей. На самом деле мы с мужем его строго воспитываем. Он не позволяет себе лишнего, то есть он не позволяет истерик каких-то, да, он никогда не ставит меня в какое-то неловкое положение, потому что он знает, что можно делать, что делать нельзя. Почаще занимать время, соответственно, книжки читать. Мама по хозяйству вот все время меня привлекала. У меня мама учительница, она была достаточно строгая, и она, в общем, воспитывала меня методом кнута и пряника. Я думаю, что, в принципе, я буду поддерживать те же идеи воспитания ребенка. Быть всегда добрым, честным и справедливым – это самое главное. По рекомендации своей мамы я могу сказать, что нужно однозначно соблюдать режим, строгий режим дня. Вставать в одно и то же время с утра днем, ложиться в одно и то же время. Любовь, наверное, и все только основное, наверное, что я переняла от родителей. Как меня любили в семье, воспитывали с любовью, лаской. Наверное, это и я такая же. Я всегда своих детей и вот своих внуков учу доброте. Совершать добрые поступки, потому что добро, оно всегда возвращается бумерангом. Читать, много читать ребенку. Честность, аккуратность. Мне врат никогда. Поддержка на старте. Региональные центры «Мой бизнес» оказывают помощь предпринимателям в развитии своего дела. Какими услугами могут воспользоваться самозанятые и индивидуальные предприниматели, узнала Полина Челякова. Жительница Самары Владислава Власова открыла студию стилей и дизайна для девочек полтора года назад, когда ждала ребенка. Работала в легком режиме. Когда у Владиславы родилась дочь, она поняла, что хочет более плотно заняться развитием своего дела. Для этого женщина обратилась в региональный центр «Мой бизнес». Мы шьем изделия, которые можно применить в жизни. То есть это шоперы, резинки, косметички. Такое, не одежда изначально. То есть это базовый курс, у нас не одежда, а такое, что можно быстро сшить, сразу получить результат, порадоваться. Центры «Мой бизнес» оказывают государственную поддержку малому и среднему бизнесу, предоставляют помощь в создании и развитии дела. В удобном формате предприниматель может получить консультацию, обратиться за льготным финансированием. Владислава, например, занялась развитием своего бренда в соцсетях. Вместе с дизайнерами разработала новый логотип, оформила странички студии в интернете. Я такой творец, мне нравится, вот я шью, мы там с девчонками приходим. А вот это все, допустим, я не умею. И классно, что есть такая программа, куда-то можешь обратиться. Я же все, ну, сама, без какой-то поддержки. То есть там на свои деньги купила машинки швейные. И, конечно, работать с дизайнером на фотосессии, ну, немного для меня это затратно. Вот, символе данный момент, когда у меня маленький ребенок. А тут есть классная программа, где тебе все показывают, все рассказывают. Сейчас у Владиславы в планах и расширить свою студию, чтобы приглашать туда спикеров, делать коллаборации. Поэтому она планирует принять участие в федеральной грантовой программе «Мама-предприниматель», которая также проходит на базе региональных центров «Мой бизнес». Программа создана для женщин-предпринимателей и стартует в сентябре. Полина Челюкова, Игорь Казановский. События. В Самарском университете имени Королева открылись сразу три международные образовательные летние школы. На обучение приехала делегация из 58 студентов и преподавателей Северо-Западного политехнического университета Китая. Почему иностранные студенты выбирают город на Волге и чему они планируют здесь научиться, расскажем в следующем сюжете. 56 студентов и два преподавателя Северо-Западного политехнического университета Китая приехали в Самару, чтобы познакомиться с российской культурой и получить профессиональные навыки. Сразу три международные образовательные школы открылись в Самарском университете имени Королева. Авиационная техника от теории проектирования к практике эксплуатации, производство и испытания авиационных двигателей и основы профессиональной коммуникации русский язык и культура. Все эти три программы – это то, чему мы можем научить на хорошем уровне, потому что у нас есть большой опыт в этом, хорошая производственная база, испытательная. Студенты проведут два дня на нашем учебном аэродроме, посмотрят, как запускаются двигатели, узнают технические характеристики их. Те студенты, которые приехали на русский язык и культуру, они обязательно заговорят по-русски. Некоторые студенты уже выучили русские слова, готовясь к летней школе. Я учил русский в онлайне с моим педагогом русского языка из Самары. Я приехал сюда, чтобы узнать больше о двигателях летательных аппаратов, а также познакомиться с русской культурой. Мне нравится русская еда. Студенты из Китая рассказывают, что решили пройти обучение именно в городе на Волге, поскольку Самара – космическая столица России. При этом некоторые их однокурсники уже приезжали на учебу в Самарский университет. Летние и зимние международные образовательные школы реализуются здесь с 2015 года. Привлечение иностранных студентов – один из приоритетных проектов вуза. Самарский университет известен у нас своими программами по ракетостроению, авиастроению, поэтому многие у нас его выбирают для обучения. Мне нравится Самара, потому что здесь погода, как у нас в северной провинции Китая. И река Волга – прекрасная. Я никогда не видел, чтобы был такой огромный пляж на набережной. Северо-западный политехнический университет Китая специализируется на образовании и научных исследованиях в области авиационной, космической и морской инженерии. В Самарском вузе молодые люди будут вникать в тонкости проектирования и эксплуатации авиационной техники, двигателей, летательных аппаратов. Также студентов ждет насыщенная культурная программа. Обучаться в Международной школе Самарского университета студенты из Поднебесной будут две недели. Светлана Кудрявцева, Григорий Плешаков. События. «Твое лучшее будущее». Мероприятие под таким названием прошло в областной библиотеке. На него были приглашены школьники, студенты и педагоги. Задача – помочь участникам сделать учебу и занятия спортом эффективнее. Подробности расскажем далее. Повысить эффективность спортивных тренировок, улучшить качество учебного процесса. В областной библиотеке прошло мероприятие под названием «Твое лучшее будущее». Гостей ждали презентация, мастер-класс и розыгрыш призов. Методикой преподавания поделились специалисты Центра определения функционала человека и профориентации. А связана эта информация с определением подходящих видов спорта, с определением предметов для более глубокого освоения и изучения школьников и студентов, определением тех условий, при которых у нас школьники и студенты могут намного быстрее, эффективнее запоминать новую информацию и осваивать новые физические навыки. Директор третьей гимназии Светлана Ильина рассказывает с методикой, знакомой 15 лет. За это время она показала свою эффективность. Очень важно, чтобы родители знали своего ребенка, а также, чтобы учителя знали, каких детей они обучают. Нет одинаковых людей. И при покупке любого устройства в магазине нам дают характеристику и рекомендации по эксплуатации. Но когда рождается человек, в роддоме ни одна мама не получает инструкцию по эксплуатации собственного ребенка. По словам педагогов, методика позволяет заметить и пресечь межличностные конфликты учащихся. А если этого вовремя не сделать, внутренние переживания перейдут в заболевания. Полина Чулюкова, Виктория Шара, Игорь Казановский. События. Команда Самарской области проиграли свои матчи первого тура российской премьер-лиги. Крылья Советов выступили действующему чемпиону питерскому «Зениту», а «Крон» в борьбе проиграл московскому «Локомотиву». Теннисистка Диана Шнайдер установила редкое достижение. Выиграла за один год три турнира на трех разных покрытиях. Подробнее в нашей спортивной рубрике. Крылья Советов стартовали в чемпионате России по футболу с крупного домашнего поражения. В Самаре волжане принимали действующего победителя всех российских турниров «Питерский Зенит». Уже к 18-й минуте гости вели 2-0. Отличились бывший игрок Крыльев Максим Глушенков и Касьера. Затем самарцы много атаковали, но забили снова гости. Глушенков оформил дубль. Во втором тайме рисунок игры сохранился. Хозяева пытались отыграться, а гости изредка выбегали в контратаки. В концовке матча одна из них стала результативной. Педро установил окончательный счет. 0-4. Поражение Крыльев. С поражения дебютировали в РПЛ и футболисты Тольяттинского «Акрона». Они на выезде встречались с московским «Локомотивом». И здесь одним из героев встречи стал бывший игрок самарских «Крыльев». Пеняев еще в первом тайме забил дважды, но один из мячей не был засчитан. После чего волжане смогли отыграться на 36-й минуте. Автором первого гола «Акрона» в РПЛ стал Бакаев. До конца первого тайма команды успели еще раз обменяться результативными действиями. Но набрать первые очки в высшем дивизионе тольяттинцам пока не удалось. На 79-й минуте Воробьев забил победный для «Железнодорожников» гол. 2-3. Поражение «Акрона». Женская футбольная команда «Крылья Советов» добилась исторического результата в Суперлиге. Самарчанки принимали на своем поле в матче 14-го тура московский ЦСКА, лидера турнира. Голов болельщики не увидели, игра завершилась 0-0. Тем самым «Крылья» впервые не проиграли своим соперницам. А также смогли продлить свою беспроигрышную серию во всех турнирах до 7 матчей, поднявшись в турнирной таблице на 9-е место. Самарские команды по пляжному футболу неудачно провели игры пятого этапа чемпионата России. В шести встречах – шесть поражений. «Крылья Советов» до сих пор ни разу не победили в 2024 году. В играх 13-го, 14-го и 15-го туров они уступили «Питерскому Кристаллу 2-12», «Московскому Спартаку 1-2» и «ЦСКА 4-6». И если «Крылья» уже не сражаются за плей-офф, то вот поражения «Спутника» сильно ударили по шансам клуба продлить свой сезон. На песках Санкт-Петербурга самарцы уступили «Спартаку 2-4», «Строгино 3-8» и «Саратову 1-8». Диана Шнайдер выиграла свой третий теннисный турнир в этом сезоне. В финале турнира WTA 250 в Будапеште уроженка Тольятти встречалась с представительницей Белоруссии Александрой Соснович. Диана победила 6-4-6-4. Матч продолжался 1 час 37 минут. Обе спортсменки показывали неровную игру с ошибками, но в решающие моменты Шнайдер действовала увереннее. Диане покорилось редкое достижение. Все три ее титула за один календарный год добыты на разных покрытиях. Сначала «Харт» в Фрэйланде, затем «Трава» в Германии и вот «Грунт» в Венгрии. Шнайдер поднялась на 23-е место в мировом рейтинге. Далее вас ждет обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они сегодня писали на своих информационных площадках. Администрация Октябрьского района Самары со ссылкой на Министерство социально-демографической политики Самарской области рассказывает, как оформить единовременную выплату на приобретение школьной и спортивной формы для школьников из многодетных семей. Подать заявление можно на госуслугах или в управлении соцзащиты по месту жительства. При личном обращении нужно при себе иметь заявление и паспорт. Денежная выплата положена на каждого ребенка. Подробности в карточке. Администрация железнодорожного района публикует список разрешенных для купания пляжей в Самаре. Это первая очередь набережной Волги от улицы Ленинградской до Вилоновской. Вторая очередь набережной Волги от улицы Маяковского до Дамбы в районе Кенап. Четвертая очередь набережной Волги от улицы Осипенко до Дамбы у Силикатного оврага. Пляж в районе Загородного парка. Пляж под спуском по улице Советской армии. Пляж в районе Барбошиной поляны. Пляж в районе Санатория Можайский. Пляж Красноглинского района. На все эти пляжи завезен песок, работают спасательные посты. Зоны рекреации проверены санитарными врачами. Эти территории считаются безопасными. Департамент опеки, попечительства и соцподдержки напоминает, что студенты медицинских вузов Самары, обучающиеся по договору целевого обучения, имеют право на ежемесячную выплату. Для оформления выплаты можно обратиться в любой офис МФЦ или районный отдел по предоставлению мер социальной поддержки населения. Нужно предоставить документы, копию паспорта заявителя, копию договора о целевом обучении, справку из организации, в которой обучается заявитель, выданную не позднее, чем за 30 дней до подачи заявления. СНИЛС. На этом наш выпуск подошел к концу. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте Самары ГИС в нашем телеграм-канале, на страничках, в Одноклассниках и ВКонтакте. Выпуски новостей смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Будьте здоровы, всего вам самого доброго и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok